Продолжаем выпуск. Итак, с 8 января Китай смягчает ограничения на въезд в страну, действовавшие с начала пандемии. Это позитивный сигнал в том числе и для зарубежных театральных труб. Какое влияние эпидемия оказала на зрителей театры и чего ждать после открытия границ? Расскажем в нашем сюжете. Эта сцена из детского спектакля «Белые медведи идут вверх», который совместно создали китайские и британские артисты. После ослабления антиковидных мер этот детский театр возобновил работу, и в зале снова звучит детский смех. Очень интересно. Два белых медведя долго искали и, наконец, нашли потерянный воздушный шар. Очень милые белые медведи, хотя их играют взрослые, но они такие милые, как дети. Хорошо, что во время спектакля артисты много общаются с детьми. В течение трёх лет действия строгих антиковидных ограничений актёрам было запрещено общаться со зрителями лицом к лицу. После отмены запретов дети могут не только играть с артистами во время спектакля, но и фотографироваться с ними, рисовать и играть в зале друг с другом. Здесь дети ближе к актёрам, и впечатление особенно хорошее. Я сфотографировалась с актёрами, а ещё мне нарисовали на руке медведя. После того, как антиковидные ограничения ослабили на спектакль, неожиданно пришло более сотни зрителей. Благодаря их смеху мы почувствовали, что театр оживает, и мы вместе с ним. С 2014-го этот пекинский театр показывает лучшие зарубежные детские постановки. Спектакль «Белые медведи идут вверх» был создан в Великобритании, и раньше в постановках в Пекине участвовали британские артисты. После начала пандемии пришлось с помощью британского режиссёра набрать новых актёров и заново всё отрепетировать. Кроме замены актёров, в спектакле ничего не поменялось, потому что независимо от того, в какой стране сделан спектакль, все эмоции передаются детям в первозданном виде, а они общие для детей во всех странах. А общая для артистов – это страсть к творчеству. По словам директора театра, в течение трёх лет пандемии труппа не теряла времени и увеличила число оригинальных работ. В 2023 году наш театр планирует показать 16 спектаклей и провести почти 400 выступлений. Половина из спектаклей – иностранные. Надеемся, что после эпидемии артисты из-за рубежа не только смогут вновь приезжать сюда со своим творчеством, но и знакомиться с традиционной культурой Китая и создавать новые замечательные работы вместе с китайскими артистами. Международные рейсы в Китай полностью возобновятся с 8 января. Гостям страны из-за рубежа больше не нужно будет проходить карантин, но правила оформления виз для них станут проще. Чан Ци, Ли Минь, Си Джи Тян